Итак, дорогие братья и сестры, перед нами сейчас особо ответственное служение. То есть, братья будут совершать священнодействие с возложением рук. Это молитва над крещаемыми. Это священнодействие мы имеем в Священном Писании, которое заповедано и которое исполнялось. Моисей возлагал руки свои при передаче своего служения Иисусу на вину. Иисус Христос возлагал руки на детей. И когда Он возносился, Он поднял руки свои, возносясь от земли и благословил таким образом учеников, которые остались здесь. Это апостолы, которые также приняли эту преемственность и возлагали руки на больных, возлагали руки на крещаемых. И таким образом совершали молитву, исполняя это завещание. Я читаю несколько стихов из 8 главы «Деяния апостолов». Это с 14 стиха. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Священное Писание поручает совершать это священное действие служителям, которые имеют на это духовное право. То есть служители, пресвитеры, они совершают это священное действие. Что оно означает? Оно означает передачу преемственности, передачу духовности, передачу полноты веры, передачу полноты Духа Святого, передачу освящаемому, передачу полноты духовной жизни. Что мы и будем сегодня совершать. Вначале будут молиться те, которые приняли крещение. Они помолятся, я думаю, кратко и поблагодарят Господа, что Господь нашел их в этом мире, простил их, принял их в свои объятия и будет вести их по вашей вере. А затем, после, будут молиться с возложением рук братья, которые к этому священнодействию, соответственно, приготовились. Да благословит Господь. Также прошу церковь. Это ответственное служение, которое совершается со страхом и благовением перед Господом. Перед нами живые души, и мы их приносим Господу на руках молитвы. Поэтому молитва церкви имеет исключительно огромную силу, которая способна довести их до определенной желаемой цели встречи с Иисусом Христом. Да благословит Господь. Поддерживайте нас в молитве. Спасибо. Спасибо. Спасибо.